Марс Роберт Зубрин – идейный вдохновитель марсианского общества, автор нескольких книг и фильмов об освоении Марса. 30 лет назад совместно с Дэвидом Бейкером основал проект Mars Direct. В НАСА сначала с интересом восприняли, затем свернули программу. Бенджамин Франклин был одним из первых изобретателей электричества. И да, он пошел через американскую революцию, но также демонстрировал людям достижения науки и само электричество. И в конце одной из таких презентаций один из аристократов подошел к Франклину и сказал, это потрясающий доктор Франклин, но какое практическое применение может когда-либо появиться у электричества? И Франклин ответил, а какой толк от младенца? И такой же ответ можно дать на вопрос о покорении новых планет. Эти симуляции операционные, не технологические. Что мы делаем? Мы берем группу людей, помещаемых в нашу станцию и поручаем эксплуатацию станции в замкнутых условиях, в настроенных условиях, в том числе в условиях ограниченных ресурсов. И в процессе изучаем, как это все будет работать на Марсе, что может пойти не так и главное, какие технологии будут полезны на Марсе. Цель Марс Директ изучить и проанализировать возможность использования ресурсов Марса для миссии. Причина, по которой мы посылаем первым Зон, в том, что он сможет изучить поверхность, материалы, атмосферу и воду на Марсе, которые содержат много примесей. А затем химики смогут понять, как превратить их в пригодные для дыхания и питья воду и воздух. В том числе, как там сделать ракетное топливо. И зонд, который полетит туда, сможет сам вырабатывать топливо для возврата. Просто топлива этого надо огромное количество. Но мы сможем посадить следующий корабль с людьми там же, где сел первый Зонд. И у них уже будет больше ресурсов для возврата. Мы также следим и за другими проектами, например, за Маском. Его план марсианской миссии – это один из вариантов Марс Директу. Он посылает туда космический корабль, там он вырабатывает топливо для возврата и сам заправляет себя для обратного пути. Ему не нужна база на поверхности, ему не нужна база на орбите, ему не надо снабжения. И еще много миллионов вещей, которые планирует сделать НАСА. Потому что Маск тратит свои деньги и поэтому пытается сделать марсианскую миссию максимально быстрой и дешевой. Я думаю, что если мы полетим на Марс, то эта миссия должна быть независимой от спонсоров, которые будут говорить вам, что вы кучу всего должны закупить. Так работает программа НАСА. Да, нужны спонсоры. Но прежде всего нужны мозги. Рискованно проводить вообще какие-либо исследования, особенно когда в первый раз. И тут надо понимать, будем ли мы ждать еще десятилетия или просто возьмем на себя эту историческую ответственность и толкнем человеческую цивилизацию вперед. Да, первый раз будет очень рискованным и никогда прежде, наверное, не требовалось так рисковать и проявлять такую отвагу. Что до конкретного риска радиации. Мы подвергаемся ее воздействию даже на низкой орбите. На Международной космической станции радиация это половина того, что мы получим в открытом космосе. И точно такая же, какую мы получим на поверхности Марса. Итак, если мы можем провести год на орбите, как многие космонавты и астронавты уже делали, то за полгода полета на Марс они получат столько же радиации. И, кстати, есть много космонавтов и астронавтов, которые отправлялись в повторные миссии. И это такая же доза радиации, как если полететь на Марс и вернуться. И нет достоверных качественных радиологических исследований этой группы. Мы верим, статистически у них больше шансов заработать рак. Но точно так же его можно заработать курением, просто проживая в крупном мегаполисе с высоким уровнем загрязнения воздуха. Как в Хьюстоне, например. Там, кстати, где и живут астронавты. Это слишком опасно, я не могу лететь. Это оправдание выдуманное. Как не выходить из дома в снегопад? Да, есть опция, что люди полетят на Марс в одну сторону. Да, это правда. Да, среди целей есть миссия в одну сторону. И я благодарен ему за то, что он это сделал. В одну сторону ехал. Я думаю, что он оказал себе и мне неоценимую услугу. И все американцы это потомки людей, которые приехали сюда откуда-то еще с билетом в одну сторону. Я не думаю, что Марс Ван был хорошо продуман. Давайте так. Марс Ван не навредил никому. Они брали всего 30 долларов регистрационного взноса. И они вдохновили многих людей на изучение Марса. И даже на получение высшего инженерного образования. И интересно то, как много людей захотели стать частью этого проекта. И я их понимаю. 8 тысяч человек. Это потрясающий интерес. И сотни лучших даже НАСА отобрали себе сотрудников. Ну, конечно, в самом проекте были ошибки. В том числе и технические. Но это нормально, когда у тебя попросту не хватает инженеров. Но тут больше беспокоят, что такую миссию пытались превратить в шоу. Даже с точки зрения экономики. Это нереально. И это неправильно. Я с ними разговаривал на эту тему. И моя позиция следующая. 7 миллиардов человек на планете. 1 миллиард — это люди благополучные, которые не заботятся о том, чтобы им завтра поесть. И из этого миллиарда 10% думают, что важно исследовать космос. Это тысяча людей. Миллион. Тысяча людей скидывается по тысяче долларов в год. Вот вам миллион долларов. И это то, что Марсу на самом деле нужно. Это не реалити-шоу, а международная программа поддержки марсианской миссии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok